Объединенный чемпионат. Казахстан, Россия, Азербайджан, Беларусь. У нас там русскоязычных больше, чем англоязычных. Привет, друзья! Егоров, канал EdimSport. Вторая часть интервью с Андреем Аршавиным. Вашему вниманию будем говорить об объединенном чемпионате, идея которого была защищена Аршавиным. А что там? В Европе. Причем совсем недавно. Денег они там не заработают, все равно в Еврокубках вылетят. Правильно, объединенный чемпионат, но давал бы возможности, но ими с точки зрения финансов. Ну а также об Арсенале, Хвиче, Дзюбе, российском футболе, ну и нашей стране, ее отношения с Европой и миром. В нашей стране, но никто какого-то недовольствовал, у нас особо, ну открыто, по крайней мере, не высказывал. Первая же часть, напомню, была про медийный футбол. А вторая лига такие же инвалиды и пленные, как и медийные команды. Ну не плачь ты. Еще по УИФА, все-таки ты учишься там именно на менеджерах, который будет... Да, я же выучился. Ну да, выучился, который будет там условно, какие дает перспективы, что ты там можешь возглавлять Российский Футбольный Союз или что, или это просто именно образование? Ну в принципе, то есть я за границей могу работать. То есть я принесу, точно, ну да, принесу диплом или можешь по спортивному институту. Социанга, кстати, пять. А там все на пятерке учились? А кто у вас был еще из известных? Драгба, Кака, Жулио Сезар, Хески, я знаю, Джон Аши. А, то есть плотная группа такая? Ну, самая звездная из тех, и на третий поток у нас самая звездная. Ну кто худший всех учился? Тот же драгба, он, например, не сдал, ну или даже не стал сдавать, там Джон Аши тоже. А, то есть они поучились, и типа экзамен за экзамен. Ну дипломную работу, короче, не все написали, так скажем, 3-4 человека. У меня был объединенный чемпионат. Казахстан, Россия, Азербайджан, Беларусь. Это был проект именно твой? То есть ты придумал, что так должно быть? И как это должно функционировать, объединенный чемпионат? Как 12 команд из России по 2 из прилегающих стран. Было 2 варианта. Либо, чтобы вылет, чтобы там через 3 года условно не стало 18 российских, то менялась бы только худшая команда каждой страны. Первый вариант был, что вот по одной команде каждой страны худшей, да? Например, 2 команды из Казахстана там заняли, кто Астана, Кайрат, кто из них ниже, тот вылетает в чемпионат как бы Казахстана, да? А это был вариант, что чемпионаты каждой страны сохраняются, ну кроме России. Ну это как единая лига ВТБ, чтобы были свои чемпионаты, они играли, но при этом команда делегировала бы 2 клуба в это объединение. Да они в своем чемпионате не играют, они уже играют только в объединенном чемпионате. Ну вот. А был вариант соединить высшую лигу и соединить ФНЛ условно, ФНЛ-1, да, или как там первая лига сейчас называется, и также сделать по зонам. И оставить только за федерациями, только вторые линии. Ну это именно твоя идея? Ты как подумал, я вот хочу, чтобы так действительно было? Ну вообще дипломная работа была, должна была быть на любую тему. И когда меня ментор мой спросил, ну что ты хочешь? Я говорю, да в принципе у меня никаких идей нет, кроме объединенного чемпионата. Хотя в то время как раз по-моему с Суперлигой этот скандал и случился. Или чуть-чуть до или после, когда я ему это озвучил. Я говорю, что это может быть не очень актуально, но я говорю, это единственная тема, которая я хочу. Но она прям в тебе сидит, то есть ты действительно хочешь, чтобы она когда-то свершилась? Ну просто мне это показалось, что это было бы интересно, когда я еще играл в Казахстане. Потому что, ну, например, Кайрату неинтересно было играть в чемпионате своим. Потому что они понимали, что они всегда вторые, денег они там не заработают, и все равно в Еврокубках вылетят. Правильно? Объединенный чемпионат, ну, давал бы возможности, ну, именно с точки зрения финансов. Так я больше скажу. И привлечение финансов в эту лигу. Там все это, как сделать и обустроить, я здесь, ну, это особо, ну, не рассматривал. Точнее, я просто говорю, что вот это, скорее всего, там, мои мысли принесет больше денег. С точки зрения аудитории это больше, более интересный продукт будет. Там TV Rides будет больше, потому что там зеро в Казахстане, в Беларуси у нас почти зеро. Так, по большому счету было. Это сейчас там более-менее деньги пришли. Но мне казалось, что это интересно, что и этим командам будет интересно. И матчи между нашими странами в Еврокубках, ну, доказывали, что, я не знаю, в Азербайджане, условно, тысяч болельщиков ходят. А на матч, там, кто, это, Тула у них была, по-моему, да, с Невчи, там 9 тысяч пришло, ну, а всего 10. И, там, Зенит, когда играл в Беларуси, не знаю, там, хоть 5 тысяч на Беларуси, Зенит, там, полный стадион, ну, и так далее. Что это, как бы, интерес, и, ну, спонсоров, там, проще, мне кажется, потягивать. Ну, тот же Казахстан, сейчас же команда есть в медиалиге, SD Family, вот, и они говорят, ну, нам неинтересно у себя уже. Поэтому мы поехали к вам, и сейчас они приглашают нас на турнир проживания. Мы будем играть на этой, на арене Кайрата, судя по всему. На целый месяц, потому что они понимают, что их аудитория хочет видеть российские команды. Ну, да, так я говорю, каждый, просто каждое событие в Алма-Туте, в Алма-Те, там, у нас, мы с Оренбургом играли один или два раза, по-моему, в товарищескую группу. И всегда почти целый стадион был. Просто товарищеская игра во время сборной, когда, понимаешь? А если бы ты приезжал в Зенит, Спартак, Динамо, это каждый матч был бы событий. Но во время дипломки ты разговаривал с теми же, там, кем-нибудь из Баттеля, Динамо, Минска или из Казахстана, из Кайрата? Я не могу во всех странах называть людей, с которыми я разговаривал, потому что реально они говорят лучше, но нас не упоминают. Даже в дипломе я некоторых, ну, не писал фамилии, говорил, что вот эти люди попросили там себя не упоминать, но там, я не знаю, они из федерации такой-то или представитель такого-то клуба. Ну, вот, реально. Но, фактически, понимание есть, что им это нужно? Ну, по-разному. Понимаешь, кто-то говорил «да», и я почему, как бы, этот проект мне был интересен, потому что я знал, что кто-то, ну, точно, кто его поддержит. Ну, вот, и, ну, главная составляющая, на самом деле, политическая, потому что все не понимают, как политически в своих странах на это отреагируют, если все замутят. Да, поэтому, на самом деле, чтобы это случилось, нужна политическая воля всех, ну, лидеров государства этих будет. Ну, не обязательно тех, которых я назвал вообще, если их тогда объединять, ну, именно в постсоветских, там, в загранице, например, Бельгия и Голландия, они-то уже давно это грезят мечтами, чтобы объединить, потому что это больше финансов. У них в Бельгии, это, в Бельгийске и Голландске, мне интересно, играет, там, половина команд, да, уже талая, и в Бельгийске половина, половина талая. А если объединить, ну, совсем другой потенциал, будет у Лидии. Ну, да, там 16 команд, они соберут прям неплохих, 16-18. Поэтому так. И лимит про легионеров, да, я проработал в этой работе, но я предлагал так, чтобы каждая команда имела, там, словно, казахская команда, там, по-моему, 7 или 8, все равно должно было быть казах. Не именно, не именно в основе, а вообще, чтобы, ну, хотелось, чтобы каждая страна идентичность сохранялась, чтобы за свои, за свои львали. А когда был объединенный чемпионат России и Украины, это был за, ну, тогда, когда делал? Ну, я, честно, думал, что это мало реалистично, но было бы здорово, я думаю, конечно, что у нас в Динамо Киев, Шахтер в нашем чемпионате было, уверен бы, там Днепропетровск бы потянули, в Одессу бы вложили деньги, кто там еще. Ну, там, тем более, стадионы тогда были построены, да, в Италии. Ну, не, ну, было бы круто, конечно. Было бы топовый чемпионат. Если говорить о ребятах, с которыми ты там, ребятах, с которыми ты учился, вопросы о России часто звучали? Или вообще эта тема не обсуждалась? Да нет, почему? Так или иначе, ну, не было какого-то, знаешь, серьезного, глубокого разговора, ну, так, понимали, там, спрашивали, там, как дела, там. Ну, в принципе, последнее, вот, два раза получилось уже, сколько, один раз я не поехал, когда только началось столкновение. Потом в Америку не полетелось завезы, вот два раза сейчас в Манчестере и в Швейцарии. Ну, в принципе, я не спрашиваю, вот, как там в Москве, как в Питере, но я им говорю, в принципе, но если вы по улицам пойдете, вы навряд ли будете знать, что... Что-то происходит. Да, что-то происходит. Ну, такого, чтобы кто-то отворачивался, там? Да, нет, да у нас, ну, у нас эстонец есть, у нас на одну, на одну неделю, но он не из нашего потока, украинец, приезжал нормально. Левченко, да? Да. То есть, такой отмены Аршавина не было? Да, нет, вот там у нас смерть, у нас там казах, у нас там эстонец, у нас там отмены, у нас там русскоязычных больше, чем англоязычных. Когда ты приехал в Манчестер, там тоже все спокойно? Все-таки Великобритания? Да я сам, но не то, что боялся, сейчас же ездишь за границей, бумажками откладываешься, это почему, зачем, что, с ковидом, когда это все было. Да нет, наоборот, этот, там, молодой, ну, такой, относительно молодой, лет 30 сидит. На поле? Улыбается, да, иди сюда, говорит. Ну, и он меня сразу узнал, я говорю, что такое хорошее настроение, а до этого Арсенал играл в воскресенье, а и в Панелик прилетал, а в воскресенье Арсенал в Манчестере. Я говорю, из-за того, что вы наших обыграли, он говорит, да нет, я вообще из Ливерпуля, я помню, четверку забил, помню, что там поставил. Ну, и в обычной жизни, там, где я выходил, там вообще пофиг. То есть, на стране вообще не поменялось отношение ни в секунду? Ну, ко мне нет, я не знаю, к нашей стране, ну, никто какого-то недовольствовал, у нас особо, ну, открыто, по крайней мере, не высказывал. Единственное, что сейчас во время церемонии, девчонки там из Украины тоже выступали, во время нашей церемонии, там, они два раза заиграли на скриптах. Ну, вот, единственное, что не то, что не понравилось, там, именно в Чиферин нам вручал дипломы, и он там вступительная речь говорил, и он именно акцентировал внимание, вот девочки из Киева, из Украины будут выступать, знаешь, не просто там ансамбль такой-то, там, Украина, то есть, ну, все равно в Европе федалируют, ну, наверное, вот, как бы, видишь, такие частички есть. Ну, когда ты узнаешь о том, что матч с Боснией, например, не будет играться, при желании какой-то части определенной областичи? Ну, я, честно, удивился, как вообще договорились... Зачем мы его придумали? Нет, как договорились, и якобы те согласились. Для меня вот это было больше удивления, потом стало, ну, там, через два дня, когда пошли эти недовольства, что этого матча не будет, да, я думаю, РФС, он понимал. Что это просто был пиар-ход? Да, не, не думаю, что пиар-ход, я не знаю, как-то так, может быть, ну, все равно веришь, наверное, до последнего, прикинь бы, ну, это, как бы, прорывом было бы, если бы РФС смогло организовать этот матч и провести. Ну, они бы уже в любой момент сказали, вот что, Босния с нами играет, а что мы тогда не можем в Еврокубках играть? Ну, а мотивация тогда, какая для футболистов сейчас? Ну, раньше была мотивация поехать куда-то. Сейчас, там, понятно, что Андрей Акшавин работает со сборной. Ну, и со сборной, в том числе, вот, нахрена, например, футболистам «Зенита» ехать сейчас в сборную. Они, по идее, должны в чемпионате России, если у них есть такая цель. Нет, нет, глобально, да, они прямо супер-то туда, я думаю, не рвутся, но с другой стороны, но, что? Поехать поиграть, да? Ну, не то, что поехать поиграть, но все равно, может быть, даже должен, вот, когда сборной, именно как институту, тяжело, ты должен все равно ехать. Помогать своей стране? Ну, да, вообще, да. А мотивация футболистов вообще какая сейчас? Ну, раньше была мотивация, понятно, у Аршавина была мотивация играть в чемпионате России, потом, наверное, показать себя в Европе, чтобы пришло предложение из Барселоны, условно, и он бы туда уехал, но, в основном, все равно, все же смотрят на Аршавина в Европе. Всем, наверное, плевать, какие там красивые мячи, Аршавин забивает там кару, условно, в каком-то там 2005 году. А сейчас, если они не играют в Европе, получается, ну, в принципе, на них на всем не плевать, никто за ними не следит, никто на них не смотрит. Ну, для Европы они мало интересны, да. А какая может быть мотивация тогда у игроков? Просто зарабатывать деньги и все? Ну, и даже в чемпионате России, какая мотивация, если понятно, что Зенит будет первым? С другой стороны, все равно, я думаю, что каждый футболист хочет, ну, надеюсь, что любит так или иначе делать то, что он делает, правильно? Это приносит ему деньги. Он хочет выигрывать, и это приносит ему деньги хорошо, что, ну, он, допустим, якобы не хочет играть в футбол, потому что там сейчас Европа закрыта, ну, и что, что он будет делать? Ну, он также будет продолжать делать, все равно играть в футбол. Нет, он может играть в футбол, но может, условно, там меньше требований к себе предъявлять. Ну, там, типа, как работа, ну, я поиграю, заработаю денег, нету такой ощущения, как будто мотивация лезть из кожи вон, ради чего? Ну, не знаю, хорошо, мостовой вот выходит, Зенит, что он не лезет из кожи вон? Мостовой лезет. Ну, здесь вопрос каждого человека, мне кажется, я не знаю, тот же Сафонов стоит в Краснодаре, и он, что там, в носу ковыряет? Или Акин Феев, которому он уже все выиграл, и ему, в принципе, все равно есть Европа или нет? Здесь каждый, ну, человек, насколько он профессионал, и насколько он любит футбол. Ну, вот Зуба любит футбол, вернулся. Ну, это еще не подтвержденным, да, ничего. Так пишут, говорят? Нет, ну, я думаю, что в России, если так, ну, сложилось, ну, как пишут, ну, ничего, в России найдет команду. Почему, ну, если еще хочет, то я думаю, что будет у нас просто. Но, скорее всего, это уже точно не Зенит. Ну, я думаю, что нет. Ну, если бы был Зенит, то три месяца назад, что мешало? Ну, может, тогда он хотел много денег, и Зенит мог его оставить за мало, а сейчас может остаться за мало. Ну, скорее всего, это закончено, я думаю. Да нет, я думаю, что нет. Не, ну, я не вижу никакой мотивации у Зенита обратно взять Артема в качестве футболиста. Может быть, кто-то захочет, чтобы он нормально работал в поле, но это другой. И последняя пара вопросов про европейскому футболу. В какой-то момент все говорили про Хвичу, ой, про Аршавина в Европе. Сейчас примерно такого же уровня, именно такой взрыв был. Ну, потому что когда ты перешел в Арсенал, особенно первые матчи. Сейчас Хвичу сравнивают с Марадоной. Говорят о том, что он может то в Ливерпульту, то еще где-то. Вот просто со стороны, как человека, который видит данные игрока, видит его талант, который играл с лучшими футболистами мира. Ну, он не Марадона, я думаю, но... Ну, он другого формата игрок, понятно. Быть европейской звездой, да. Прямо именно звездой. Ну, почему? Ну, он хорош. Он быстрый, он техничный. В принципе, умный. Ну, не знаю, там его личные какие-то особенности, да, которые влияют на карьеру футболиста. Ну, так, у него все данные есть. Ну, то есть, он футболист. Какой у него вообще типаж? На кого он похож? По типажу на Хвичу. Иродский бежит? Ну, он больше на Криштиана похож, чем на Месси. Да нет, кто Криштиан. Он, я не знаю, он похож на Глеба, нет? Вот так по манению. На Глеба, да, кстати. Только Глеб не бил, а этот бьет. Он похож на Робина. Ну, нет, Робина, он такой более... Щечки бьет. Хвич, он такой вот типичный грузин. Вот вяжет вот этим мячик так ногами. Ну, в принципе, резкий. Ну, таких, если поискать, то, ну... Много футболистов по типажу им похоже. Ну, он такой современный вингер. И умный, и быстрый. А в чем тогда... Вот эти все, которые у нас прибыли, инсиние. Мертенс, да, вот эти все. Они... Малыши-каратэши. Мне кажется, Кришин такой здоровый. Ну, я имею в виду, потаскать мяч на скорости, вот это все. Ну, да, ну, современный вингер, то, что... А в чем тогда прикол, что он играл в Рубине? Ну, понятно, что время прошло целый год. Ну, не забивал почти вообще ничего. Ну, так бывает. Не знаю. Может, душа не лежала. Вокруг тебя кто играл? Либо партнеры имеют ключевое влияние. Не, ну, и партнеры тоже, но не так прям уж резко. Ведь первый сезон ему был пофиг до партнеров. Он играл и играл. Ну, что-то было, значит, не так. Типа перестройка организма? Не знаю. Это то, гадать, то не он может спросить. И то, я думаю, он не объяснит, что он играл в Рубине и не хотел забивать. Выходи на поле, я тоже не верю. Про Сената вообще следишь? Ну, в целом, да. Ну, как в целом, да. Не так много, но... Потому что, по-моему, у меня нет возможности смотреть. Ну, там, иногда. В одном известном здании по-черному смотрят английскую премьер-лигу. И в Еврокопках. Ну, в Еврокопках они ничего, они в лиге чемпионов не играют. Ну, так, что? Такая побилась, молодцы. Ну, то есть, нет такого, да? Я там фанат Арсенала, я не слежу, бережу, болезу. Нет, ну, я смотрю, как бы, ну, так, чтобы, знаешь, шарфом сидеть у телевизора. Ну, вот, условно, сегодня, когда они играли с Челси, такого не было. Я не знал, что они с Челси играют. Смотрите, ну, Лига Чемпионов посмотрел вот так, сквозь глаз. Тогда, потому что сейчас группа, не все равно, без разницы, там, главное, с одной и восьмой можем сейчас с одной и четвертой. Нет, просто интересно, потому что я увлечен в работу в российском футболе, из-за этого, наверное, ну, из-за того, что на мышечную работу смотрю. Кайфуешь, вообще, на футболе? Ну, не то, что кайфу, нет, просто интересуюсь и стараюсь. Ну, каким ты видишь российский футбол примерно через 2-3 года и кем ты себя видишь в российском футболе? Потому что, ну, понятно, что ты сейчас занимаешься академией, занимаешься развитием юношеского футбола, переходом футболиста во взрослый футбол. Ну, вряд ли Андрей Аршавин так уж мотивирован на работу с молодежью. Да не, я, кстати, мотивирую, мне нравится, что я, где я работаю. Честно, через 2-3 года я в своей карьере не вижу особых, ну, прорывов. То есть я бы, мне кажется, буду примерно, ну, если все будет нормально, меня не выберут. Ну, вот, так же находиться где-то там, где я нахожусь, потому что, ну, мне кажется, я там, на своем месте. И, а что с российским футболом? Ну, мне кажется, через 2-3 года может быть так, что в нашем чемпионате будут играть только вообще россияне. Ну, такой, ну, не то что прогноз, но вот такие мысли мне иногда пощадки. Ты бы хотел, чтобы так было? А, нет, я бы не хотел в смысле того, что, чтобы мы были закрывались, да, специально. Ну, просто нас, нас будут изолировать. И, конечно, это будет плохо для пацанов, потому что целое поколение могут, и уже, наверное, кто-то проехал мимо кассы. Вот, и чем дольше будет, к сожалению, затягиваться наше невовлечение в европейский и в мировой футбол, ну, просто, блин, люди не поймут вот этого вкуса, чувства того, что мы для нас уже было обыденности, да. Вот ты предполагаешь, что в какой-то момент будут как-то в НХЛ уезжать в 90-е? Ну, что, условно, в один день мы проснемся, Арсен Захарян где-нибудь в Лондоне? Ну, и пускай, ну, это вопрос, как бы, финансово, если у нас будут платить столько, сколько клубы зарабатывают, то у нас бы, играли бы, я не знаю, там, Петровы, Ивановы, Сидоровы, Захаряны, Пеняевы, Сафоновы, Акинфеевы, потом еще Джики, они бы играли в другое первенство, да. Ну, как у, если посмотреть сейчас у украинцев. Да, все. Денег мало внутри, они всего разные. Да, внутри денег нет, а они там, это, трансферы по 30-20 миллионов покупают, но вот, и они все играют за границу. То есть мы опять возвращаемся к тому, что наш футбол убили деньги больше. Да его не убили, почему? Просто у нас футбол, он не по закону, не по рыночным законам живет. То есть есть деньги все варятся в собственном соку, и сложно из этого вырваться? Ну, сложно, если ты получаешь, я знаю, миллион, миллион, сложно поехать играть за 500. В команду уровня такого же, а то может быть и хуй. Ну, условно, какой-нибудь Терюшков на Матч ТВ, когда он говорит, что, если мы приходим к тому, что у нас будут все русские играть, что мы будем закрываться и так далее, когда он говорит, если ты уехал в другой клуб, покинул Динамо, например, воспользовался какой-то дыркой в нынешних реалиях, в нынешних доктринах UEFA и FIFA, то ты там предатель Родины и так далее, все наши должны быть здесь. То есть нет опасности, что через 2-3 года нашим просто будет запрещено выезжать? Ну, я бы не хотел, чтобы так было, мне кажется, все сильнейшие нас, кто будет востребован, чтобы они уезжали, пускай играют там, зарабатывают деньги так же и привозят их потом в Россию. Вот, я, например, вот мы сейчас едем, молодые специально, правда, не всех лучше, к сожалению, повезем, потому что там сборную вызвали. Вот, наоборот, вот, идея была такая, что, ну, турниры я думал сначала с четырех команд, а мы турне с четырьмя командами устроили в Турции, и если, пожалуйста, скауты могут приезжать смотреть, если кто-то заинтересует из наших пацанов, пускай мы, ну, Зенит, я думаю, будет готов, будет готов отдать и расстаться. Сказал, 5 минут, поговорим и все, имей совесть. У меня первый собеседник, блин, спустя два года, когда я последний раз... 35 минут, Андрей, ты на рекорд вошел. Со времен Манчегорска это опять единственный интересный собеседник, и он не может все оторваться. Куда его? Куда его? Контент себе добивали. Снимай это! Вот, единственный футболист, который сказал, я не хочу ехать никуда, и проварился здесь. Чего? В Краснодаре правым защитником играл, ну, это ладно. Блин, мне не сообщили просто, когда брали туда, что я буду правым защитником играть, так и пробегал. Быстров Мачестер Юнайтед, а он остался здесь. Не знаю, знаешь, когда он был, говорит, что за шаля, что за тренер, знаешь, блин. Сейчас целуются, обнимаются на мастер-о, прикольно. Чего ты сейчас, шаля, обидно стреляешь? Ты что, он и так, ты и так его уволил, зачем ты меня-то? Нет, кстати, шаляк, отличный мужик. Он на тренеру. Тренер великолепный. Короче, ждет нас Владимир Объединенный Чемпионат по системе Андрея Сергеевича Аршавина. Будешь ты тренером. Какой? Казахстаной командой. Будешь помощником Александра Анатольевича. Нет, ребят, давайте заканчиваем интервью и переходим в топ-мещение. Процедура. До свидания. Вот видишь?